Время новостей на нашем телеканале в студии Олеси Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. Сегодня Республика Молдова отмечает 29 лет независимости. По этому случаю руководство страны, депутаты, а также представители политической партии ШОР возложили цветы к памятникам Штефану Челмаре и скорбящей матери в столице, а также поздравили всех граждан с праздником и почтили память борцов за суверенитет страны. Ранним утром депутаты и муниципальные советники от политической партии ШОР и представители политформирования возложили цветы к памятнику Штефану Челмаре в столице по случаю 29-й годовщины независимости страны. Они поздравили граждан республики с праздником и заверили, что и дальше будут работать на благо Молдовы. Сегодня мы здесь прежде всего, чтобы поздравить граждан и сказать, что мы верим в республику Молдова, сказать, что у республики Молдова есть будущее, и нам необходима консолидация общества для того, чтобы развивать страну, чтобы республика процветала. Поздравляю всю страну, всех граждан республики Молдова с этим прекрасным днём. Хочу заверить, что Молдова независимая страна, у неё есть будущее, и мы все будем работать для процветания и независимости этой республики. Лидер политической партии Шор Илан Шор также поздравил граждан с государственным праздником. В своём видеообращении депутат упомянул, что на протяжении всей политической карьеры он всегда старался доказать, что жизнь в Молдове может стать лучше. Дорогие друзья, сегодня, в день рождения нашей страны, я хочу пожелать в первую очередь, чтобы мы с вами сумели дожить до того момента, когда мы поистине сможем сказать, да, мы построили сильную, богатую и независимую республику Молдовы. Я верю, что это возможно, потому что я верю в Молдову, я верю в наш народ, я верю в эту страну. После этого представители партии возложили цветы к памятнику скорбящей матери на мемориальном комплексе «Вечность» в память о погибших в борьбе за независимость страны. Это традиция, мы её облюдём, и это очень правильно, потому что эти ребята, несмотря ни на что, выполняли свой долг, они погибли, и мы отдаём им дань уважения и памяти о тех событиях. Поздравили с праздником жителей Молдовы и представители высшего руководства страны. У нас независимое государство. Мы должны сохранить суверенитет, сохранить государственность и передать её нашим потомкам. Однако в центре столицы президента, спикера парламента и премьер-министра встретила группа представителей внепарламентских партий, а также несколько ветеранов вооружённого конфликта на Днестре, которые выразили недовольство действиями правительства. Протестующие скандировали позор, грабёж и предатели. Во время мероприятия журналисты попытались задать руководству страны ряд вопросов, но из-за усиленных мер безопасности Игоря Дадона, Зинаида Гречана и Иона Кику не смогли к ним приблизиться. За декларацию о независимости в 1991 году проголосовали 278 из 372 депутатов. Так Молдова стала седьмой по счёту республикой, которая вышла из состава СССР и провозгласила суверенитет. Во время массовых беспорядков 7 апреля 2009 года документ был уничтожен. В 2010 году его восстановили после того, как депутаты парламента первого созыва подписали копию декларации о независимости. Торжественное шествие, посвящённое 29-й годовщине провозглашения о независимости республики Молдова, состояло сегодня в Аргееве. Одетые в народные костюмы, с флагом страны, под звуки торжественных фанфар, горожане, руководство муниципия и депутат от политической партии Шор прошли по городу и возложили цветы к памятнику Василию Лупу и памятнику героям. По этому случаю с поздравительным сообщением выступил почётный примар Аргеева, депутат Илан Шор, отметивший, что независимость, в первую очередь, это когда люди хорошо живут у себя на родине, дома. Дорогие друзья, быть независимым, это значит, независимо ни от кого строить свою страну. Мы доказали, что мы можем. И сегодня мы идём большими темпами вперёд. Мы строим независимую Молдову у нас в Аргееве. Независимость страны можно праздновать тогда, когда пенсионеры живут очень хорошо, когда в стране жизнь и есть работа у каждого и так далее, и так далее, и так далее. Вот такую независимую Молдову мы вместе с вами продолжим строить. Мы надеемся, что наша самая развитая инфраструктура останется независимой от всех препятствий, проблем, пандемии и всего, что происходит. Здравляю вас, желаю вам крепкого здоровья и скажем всем, с днём рождения Молдова. У Молдовы есть будущее. Здесь, в городе Аргеев и Аргеевском районе, мы – исключение. Исключение, которое вселяет надежду в жителей всей страны. Наша повседневная работа и наши усилия последних пяти лет находят воплощение в конкретных вещах. Желаю всем вам здоровья, доброй воли и пусть Господь направляет нас во всём. Многое лета Аргеев. С праздником Молдова! День независимости в Аргееве отметили по-особому. Помимо торжественного марша и возложения цветов, жителей города ждал приятный сюрприз от местных властей. Одна из главных – артерий города. Улица Унирий была сдана в эксплуатацию после трёх месяцев напряжённой работы по её модернизации. Новость порадовала местных жителей, которые долгое время ждали ремонта дороги и оценили тот факт, что это произошло благодаря участию политической партии ШОР. В мероприятии приняли участие депутаты от политформирования и представители местных властей, которые сообщили, что в этом году будут отремонтированы все главные улицы города и второстепенные дороги. Председатель партии ШОР Илон ШОР отметил, что в День независимости жители Аргеева были вознаграждены за их доверие и поддержку. По случаю сегодняшнего национального праздника администрация муниципи Аргеев и депутаты от политической партии ШОР поздравили ветеранов, которые бороли за независимость Молдовы. Чиновники поблагодарили их за подвиг и пожелали здоровья, сил, мира и процветания. Кроме того, представители партии ШОР заявили, что политформирование, в которое они входят, сделает все возможное, чтобы наша страна была независимым государством, а жизнь граждан улучшалась. В свою очередь ветераны поблагодарили администрацию муниципия за заботу и отметили, что партия ШОР – единственное формирование, которое продолжает заботиться о народе. С днем рождения, дорогая Молдова! Испанский хор Арфеон Логронес под руководством нашего соотечественника Иона Бритеску решил по-особенному поздравить республику с праздником. Они исполнили гимн Молдовы Лимбануастре на испанском языке. Видео, выложенное в интернет, быстро набирает популярность в соцсетях. Гимн страны впервые переведен на испанский. В завершении ролика Ион Бритеску поздравляет Молдову на государственном языке. Ион Бритеску уехал из Молдовы несколько лет назад. С 2007 года он был основателем и директором известного коллектива Бриоса Норрес, а также музыкальным продюсером многих групп. Молдовский музыкант не раз становился победителем многочисленных национальных и международных конкурсов по хоровому исполнению. Продолжаем выпуск. У политической партии Шор будет свой кандидат на президентских выборах. В пресс-релизе политформирования говорится, что на партийном совете были выбраны три кандидата, но окончательное решение будет принято в ближайшие дни на национальном политическом совете. Также в пресс-релизе отмечено, что интерес СМИ и общественного мнения к кандидату от партии Шор говорит о том, что человек, который будет выдвинут формированием, станет сильным претендентом с реальными шансами на победу, который выполнит все предвыборные задачи и обещания. В то же время он обеспечит лучшую жизнь для граждан страны и процветание Республики Молдова. На сегодняшний день о своем участии в президентских выборах заявили представитель ПДС Майя Санду, ее бывший партнер по блоку АКУМ, лидер партии платформа ДА Андрей Анастасия, бывший примар Кишинева Дарин Киртуака и лидер партии национального единства Октавиан Цейкум. Игорь Дадон заявил, что объявит позже, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. Не успев вернуться с отдыха в Москве, президент Игорь Дадон собирается в другую страну. Лидер политформирования нашей партии Ренат Усаты утверждает, что глава государства сегодня вылетит в Бухарест, а завтра в Грецию. По его словам, Дадона будет сопровождать целая команда вооруженных до зубов телохранителей. Ренат Усаты утверждает, что в его распоряжении оказался официальный документ, в котором говорится о том, что Игорь Дадон поедет в Грецию через Румынию в сопровождении настоящей армии, состоящей из сотрудников службы безопасности. Точно неизвестно, кто поедет с главой государства, но по словам политика, речь идет о 14 телохранителях, вооруженных пистолетами, министре внутренних дел Павля Войку и замглавы службы госохраны. Предполагаю, что Дадон, помимо отдыха и тайной встречи с кем-то из Российской Федерации, планирует помолиться. Президент Игорь Дадон не подтвердил и не опроверг информацию, которую обнародовал Усатый. И если я сегодня не поеду, тогда кто балабол? В случае, если я отправлюсь в определенную поездку, сообщу об этом лично. На прошлой неделе Игорь Дадон вместе с женой отдыхали в санатории в Москве, а его дети на море в Турции, вместе с братом главы государства и родственниками президентской семьи. По возвращении в страну президент не стал соблюдать карантин. Без защитной маски и без соблюдения социальной дистанции он встречался с группой молдавских артистов, которые участвовали в съемках видеороликов, инициированных фондом Дадона «Я люблю Молдову». Это вызвало волну критики как в адрес президента, так и в адрес исполнителей. Ранее СМИ писали, что последние годы семья Дадон проводила свой отдых во многих экзотических странах. На Мальдивах, Сейшейских островах, в Дубае, Греции, где они отдыхали на роскошной вилле на побережье Эгейского моря, принадлежащей семье бывшего генпрокурора России Юрию Чайко. Президент всегда отказывался отвечать, откуда у него деньги на такой дорогой отдых. При этом Игорь Дадон регулярно выезжает на Афон в сопровождении группы депутатов-социалистов и людей из своего окружения. Ряды демократической партии продолжают рядеть. Шесть примаров и четверо районных советников из Шелдонеж заявили, что покидает это реальную организацию ДПМ и объявляет себя независимыми до тех пор, пока Павел Филипп не покинет формирование. В подписанном ими заявлении говорится, что партия значительно ослабла, стала некомпетентной и неспособной решать проблемы людей. Также экс-демократы заявляют, что больше не доверяют партийному руководству. Наш корреспондент пытался связаться с представителями партии для того, чтобы получить комментарии по поводу данной ситуации. Однако лидер демократов Павел Филипп не ответил на телефонные звонки. А почетный председатель партии Думир Рудьяков заявил, что не будет давать комментарии на эту тему. Напомним, за последние дни несколько членов территориальных организаций ДПМ в Аргееве, Бричанах и Неспоренах покинули политформирование. Ранее из парламентской фракции демократов также вышли несколько депутатов. К другим темам. Официальное открытие газопровода «Унгена-Кишинев», которое должно было состояться 27 августа, отменено. Об этом сообщил советник премьер-министра по связям с общественностью Борис Харя, который отметил в официальном заявлении, что мероприятие состоится позднее, скорее всего, после окончания пандемии. Наш корреспондент пытался лично связаться с советником, однако господин Харя не ответил на телефонные звонки, чтобы уточнить дату, на которой перенесено открытие, а также причину, по которой церемония была отменена. Напомним, ранее премьер-министр «Унгена-Кишинев» объявил, что запуск газопровода «Унгена-Кишинев» состоится 27 августа, причем на мероприятие приглашен премьер-министр Румынии Людовик Орбан. Напомним, газопровод начали строить в феврале 2012 года. Его протяженность 120 километров. Эта газовая ветка – продолжение 43-километрового трансграничного газопровода «Ясы-Унгены». Основная его задача – присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской и тем самым обеспечить энергетическую безопасность республики. И еще одно новое завершение этого выпуска. Наш телеканал продолжает награждать ценными призами самых верных зрителей. Первые семь победителей конкурса «Смотри и выигрывай» стали обладателями денежных призов после того, как внимательно смотрели центральное телевидение на прошлой неделе, включая выходные. Счастливчики рассказали, что теперь у них есть дополнительный стимул следить за происходящим в эфире нашего телеканала. Эту новость мы покажем вам в вечернем выпуске. Таковы новости к этому часу. Я, Алиса Коряк, на данный момент с вами прощаюсь. Удачного вам дня в продолжении. Берегите себя и до встречи в эфире в 21.00. Алиса Коряк, на данный момент с вами прощаюсь.